МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер на канале Перим на Ирбакановости. В ближайшие 10 минут самая актуальная деловая информация. В студии работает Максим Самаров. В начале выпуска коротко о главном. Нашумевший проект строительства железной дороги Белкамур попал в разряд отложенных. И иммиграционные настроения среди россиян находятся на одном из самых минимальных уровней за последние годы. Нашумевший проект строительства железной дороги Белкамур, часть которого проходила бы по территории Пермского края, попал в разряд отложенных. Причина – отсутствие соответствующего грузопотока. Подробности в нашем сюжете. Белкамур – грандиозный проект, о котором было сказано много громких слов, попал в разряд отложенных. Эта стратегическая железнодорожная магистраль должна была напрямую соединить регионы Сибири и Урала, а в дальнейшем, возможно, и железнодорожные дороги Китая со стратегическими предприятиями Северо-Западного федерального округа России. Но, увы, не сложилось. Проект, несмотря на то, что прошел в 2009 году утверждение Минтранспорта России и озвученные сроки сдачи объекта к 2018 году оказался экономически нецелесообразным и будет таковым до тех пор, пока не появится соответствующий грузопоток. Об этом заявил министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев. Эти проекты, наверное, имеют право на жизнь. Какие-то из них реализуются, какие-то откладываются. Ну, наверное, Белкомур попал в разряд отложено, потому что там очень большие инвестиции. Я думаю, что это нормальная работа. То есть есть, как бы, такое стратегическое планирование. Это некий взгляд в наше будущее, да. Планировалось, что грузопоток для Белкомура может появиться только благодаря развитию промышленных предприятий Республики Коми, Пермского края, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, поставляющих свою продукцию на экспорт. На данный момент из крупных грузоотправителей для железной дороги в пределах Пермского края и Республики Коми числятся только производители калийных удобрений и целлюлозобумажные компании. Вторым после калийщиков пользователем железной дороги Белкомур значился Леспром. Мы пока возим и транспорт, и людей настолько длинными, далекими путями, что, очевидно, надо пробивать более короткие пути. Но все зависит от нашего развития, чтобы мы лучше все работали, и чтобы экономика Пермского края развивалась, и у нас было больше денег в бюджете. И я думаю, тогда будет не один Белкомур реализован. Обрадовал министр транспорта Пермского края и очередным заявлением. Речь о том, что через территорию нашего региона примерно через 15 лет, возможно, пройдет скоростная автомагистраль Санкт-Петербург-Екатеринбург. Я был на выставке Минтрансе, и там на полном серьезе есть такая государственная компания «Автодор». Говорят о том, что где-то ближе к 30-му году они рассматривают дорогу Санкт-Петербург-Кострома-Киров-Пермь и далее на Свердловскую область, как скоростную автомагистраль. То есть жизнь движется, потоки транспортные растут, это кровь экономики, и есть надежда, что какие-то проекты реализуются. Если верить министру, сегодня Пермский край в начале нового пути. Наш регион будет перенимать опыт Татарстана, который хорошо работает с точки зрения крупных событийных мероприятий, под проекты «Тысячелетие Казани», «Всемирная универсиада» им удалось привлечь серьезные федеральные деньги. Одним из первых пермских проектов должна стать программа «Перм. Великая», подразумевающая развитие туристического кластера. Она заняла восьмое место в рейтинге программ по стране, и сегодня край, благодаря ей, уже получает федеральные деньги на реконструкцию дорог. Сергей Штарн, Владислав Рашидов, Перм.НРБК. Затраты на перелеты по России значительно уменьшатся. Правительство снизило ставку налога для авиакомпаний почти в два раза. При этом спада цен на билеты пока ждать не стоит. Правительство одобрило законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 10% для внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа. Действовать налоговое послабление будет до 1 января 2017 года. Принятие законопроекта должно способствовать стабилизации финансового состояния авиакомпаний и снижению стоимости перевозок. Это одна из стимулирующих мер, которая должна поддержать отечественные авиакомпании. При этом снижение цен на билеты пока ждать не стоит. Более 30% платежей контрагентам авиакомпании платят в валюте. И разницу в курсах надо как-то компенсировать. В Прикамье первая управляющая компания получила лицензию на управление многоквартирными домами. Напомним, что это необходимо сделать всем управляющим компаниям, которые собираются остаться на рынке оказания услуг, причем в срок до 1 мая. Решение о лицензировании управляющих компаний было принято летом 2014 года. Его целью стало очистить рынок услуг от недобросовестных участников и укрепить надежность. Чтобы жители не страдали от неудовлетворительного обслуживания переплаты, чтобы управляющие компании не оказались друг среди банкротов, исчезнув вместе с деньгами клиентов. Для этого была разработана система лицензирования. На середину марта 2015 года всего в региональную инспекцию Государственного жилищного надзора поступило 146 заявлений о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Также в комиссию поступило 723 заявления о допуске к квалификационному экзамену. Тестирование успешно сдали 415 человек. Инспекции оформлено 314 квалификационных аттестатов. Но в государственном органе отметили, что сдача экзамена – это еще не получение лицензии. Сам квалификационный аттестат – это еще не лицензия. И к нам сегодня в инспекцию поступают звонки от граждан, уточняющие, имеет ли лицензию та или другая компания. И демонстрируются, жителям демонстрируются квалификационные аттестаты и вводятся в заблуждение граждане, что компания уже получила лицензию. Пока лицензию получила только одна компания. Она осуществляет свою деятельность в одном из престижных жилых комплексов города – Виктории. Кроме нее, на сайте инспекции в разделе «Лицензирование» не указана ни одна управляющая компания. В то время как до завершения срока осталось чуть более месяца. Андрей Вылежнев, Евгений Гилев, Пермь Нарбека. Не время экономить. На ремонт и содержание дорог будут выделены значительные средства. Объемы финансирования этого направления уже представлены в правительстве Российской Федерации. На развитие дорожной сети предполагается сокращение расходов в нынешнем году на 36 миллиардов рублей, то есть почти на треть. Но при этом на ремонт и содержание дорог предусмотрено больше средств, чем в прошлом году. К 2018-му 85% федеральных дорог должны быть приведены в соответствие нормативам. При этом оставшиеся 15% – это ежегодный объем ремонтных работ, публикует Российская газета. В текущем году Росавтодор увеличит показатель соответствия трасс нормативным требованиям до 62% от общей протяженности сети. Акцент на ремонте позволит предотвратить преждевременное разрушение дорожной сети и избежать лишних затрат на ее восстановление. Сейчас проект находится на этапе утверждения федерального бюджета. После чего будут точно известны суммы, которые будут выделены на отрасль. За проезд придется заплатить. Регионы смогут брать плату с фур за маршрут по местным дорогам. Минтранс подготовил соответствующий законопроект. Плата за проезд тяжелых фур по региональным дорогам может быть введена уже с 2017 года. Минтранс подготовил необходимые поправки в бюджетный кодекс, закон об автодорогах и другие акты. С ноября этого года фурам массой свыше 12 тонн придется платить за проезд по федеральным трассам. Ориентировочный тариф 3 рубля 75 копеек за километр. Публикуют ведомости. Регионы заинтересовались идеей сбора платы с тяжелых грузовиков, как только началось обсуждение федеральной системы. Инициаторы платы за региональный проезд считают, что большегрузы захотят сэкономить на плате за проезд по федеральным трассам. И будут объезжать их по трассам регионального значения. Это усилит нагрузку на региональные дороги, многие из которых и без того в плохом состоянии. Поэтому регулировать трафик, а также компенсировать ущерб дорогам предлагается ввести плату и в регионах по аналогии с федеральной дорожной сетью. Согласно законопроекту, право взымать плату у регионов появится в 2017 году. По предварительным данным, подготовка и запуск региональных систем взымания платы активно пойдет в 2016. Получить ипотечный кредит сегодня непросто. Банки серьезно ужесточили требования к выдаче этого сегмента. По некоторым данным, из четырех заявок, поданных пермяками в кредитные учреждения, одобрение получает только одна. Статистика говорит о том, что число зарегистрированных сделок с недвижимостью по ипотеке снизилось до 70%. Среди тех, кому отказывают банки, это работающие в сфере строительства, недвижимости, туризма. Также настороженно относятся к занятым в торговле и автобизнесе компаниям, где ожидается сокращение сотрудников и падение производства или продаж. Само настроение берущих кредит также вызывает негатив у финансовых учреждений. Россияне все чаще находят оправдание для невозврата кредитов. По данным Национального агентства финансовых исследований в 2015 году, 37% опрошенных заявили, что невозврат кредитов возможен по весомым обстоятельствам. Для сравнения, в 2008 и 2009 годах таких насчитывалось 15 и 20% соответственно. По мнению участников опроса, заемные деньги можно не возвращать, если банк сам обманул клиента, скрыв реальную стоимость кредита или в одностороннем порядке увеличив размер процентной ставки и платежей по кредиту. Веской причиной опрошенные называют ситуацию, когда заемщик не может платить по кредиту из-за внезапно возникших обстоятельств – экономический кризис, болезнь, потеря работы, снижение заработков, развод. Каждый десятый оправдывает тех, кто просто не рассчитал свои финансовые возможности. Кстати, по последним данным, сумма долга жителей Пермского края из тех, кто отказался или не может заплатить банкам, составляет более 23 миллиардов рублей. Иммиграционное настроение среди россиян находится на одном из самых минимальных уровней за последние годы, выяснило агентство «Левада-Центр». Согласно полученным данным, 82% опрошенных никогда не думали о том, чтобы уехать из страны. Каждый пятый респондент в той или иной степени задумывался о возможности уехать на ПМЖ за рубеж. Исследователи отмечают, что среди жителей столицы процент выше. Каждый третий. Основными причинами, заставляющими россиян задуматься об иммиграции, являются лучшие условия жизни в других странах и нестабильная экономическая ситуация в России. При этом мнение жителей Москвы отличается от мнения в целом по стране достаточно сильно. Треть москвичей в качестве главного фактора, наводящего на чемоданные настроения, назвали сложившуюся на родине политическую обстановку. В регионах эту страфу опроса поставили на седьмое место. При этом россияне уверены в своем решении оставаться в стране. Выбрав в подавляющем большинстве, ответ определенно нет. И это была вся информация на сегодня. В студии работал Максим Самаров. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова